Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, начиная новый влог. Хочу прежде всего поздравить вас с праздником Светлой Пасхи, пожелать вам всего самого наилучшего, мира, добра, в общем, чтобы у вас было всё-всё-всё хорошо. Как мы празднуем Пасху, я уже говорила, мы завтракаем. То есть у нас это праздничный завтрак, ну вот так вот у нас заведено в семье, мы едим куличи и крашеные яйца. Это куличи я в этот раз так и не испекла, хотя очень хотела. Вот, так что купила и вам ставлю немножечко, покажу. Вот такие вот яйца у нас получились. Это на самом деле всё наклейки, термонаклейки и ещё обычные вот такие маленькие наклейки. Они шли в комплекте, покупала я, ну, комплект, да. И купила два вот таких кулича, один обычный с изюмом, а второй это пасхальный кекс называется. Он действительно кекс, он очень вкусный, в отличие от сухого обычного кулича. Но я надеюсь, что в следующем году я обязательно испеку сама. В общем, вот такой вот у нас красивый завтрак получился. Не знаю, в общем, классно. Надеюсь, что всё-таки в следующем году сделаю куличи. Возможно, я, кстати, очень хочу всю творожную пасху сделать. Ну, в общем, как-то всё не получается у меня. Ещё раз поздравляю и всего-всего вам самого лучшего. Я сегодня, ну, такой влог будет, как всегда, немного обо всём. Но я хочу снова с вами поделиться. Сделала я заказ на Вальберес. Как я вам уже говорила, я собираю у себя в доме куча-куча помощников, чтобы уборка и готовка у меня была максимально... Как можно меньше затрат я на это тратила. Вот, скажем так. Также вы знаете, что я живу в большом доме. И в загородном доме у меня пятеро хвостиков, двое детей, муж. Вот, поэтому на первом этаже я очень часто мою полы. Очень часто. И, соответственно, я решила себе обновить швабру. В общем, заказала её на Вальберес себе. И самый главный для меня критерий – это то, чтобы не мочить руки при этом. То есть, чтобы налил ведро воды и быстренько помыл. И при этом руки, чтобы лишний раз не соприкасались у меня со всякими моющимися, чистящими средствами. Лишний раз ручки надо поберечь свои. В общем, я заказала вот такую вот швабру EasyClean. Я её уже распаковала, посмотрела. Ну, я и на Вальберес уже распаковала, посмотрела на пункте выдачи. Так, вот так вот она выглядит. Да, вот так вот коробка. Коробка была ещё у меня в плёнке. И само здесь, как вы видите, ведро и непосредственно швабра. Месте с вами сегодня протестируем. Сниму уборку. Меня, кстати, тем более просят снимать уборку. Но у меня уборка такая всегда, знаете, девочки, поддерживающая. То есть, чтобы всегда было чисто, всегда нужно убираться. Как-то так. Так, ведро достаточно большое на 12 литров. Это огромный для меня плюс. И это швабра, которая как бы промывается и отжимается. Вот я уже вытащила ведро. Ведро ещё шло в пакетике. Вот так вот оно выглядит. Класс! Много положительных отзывов. Вот. В общем, здесь в один отсек вы заливаете воду. Я уже тут посмотрела, почитала. А второй отсек именно для отжима швабры. Это супер. Здесь ещё есть одна вещь, которая... Так как у меня много животных, особенно у меня Бонарь, это мой лабрадор. Она очень, когда линяет, шерсти очень много. И здесь как раз-таки в комплекте есть вот такой скребок, называется, который очищает самой непосредственно швабры. Вот тряпочка идёт. С самой швабры можно снять шерсть. Это очень... Это вот просто то, что для меня нужно. И ещё одна вещь, одно преимущество этой швабры, на мой взгляд, это то, что здесь есть вот такой слив. То есть её не нужно поднимать и выливать куда-то, да? А достаточно просто открыть здесь, и вода у вас уйдёт вся. Это супер. Значит, идёт... Здесь есть инструкция. Ой, мне так показывают, да? Вот так вот. Вот такая вот здесь инструкция. Как... Я читала, что здесь нужна вот эту тряпочку. Защёлка тут такая есть. В общем, сейчас мы её соберём. Вот эта вот насадка, да, правильно называется. Есть, можно купить дополнительные, да. Допустим, если вы используете для мытья пола и для мытья стен, например, да, чтобы было две. Но я обязательно закажу себе ещё вот эти вот, чтобы у меня были. Так. Сама непосредственно швабра. Точнее, её часть, да. Сама непосредственно ручка телескопическая, которая позволяет вам её сделать под ваш рост. Плюс, здесь ещё сама вот эта часть, то есть она в разные стороны. Можно, соответственно, подлезть под, допустим, диван, кресло. Не знаю, какой-то у вас маленький, допустим, журнальный столик. И протереть тоже там. Это тоже для меня большой плюс, потому что... Ещё раз повторю, у меня когда линька у животных, это, конечно, нечто. Вот. И, конечно, само ведро. Вот такое оно достаточно большое. Один отсек вот этот, который побольше идёт для воды, а сюда уже будет отжимать у нас. Вот. Так что вот такое вот ведро, но, соответственно, слив. Тоже белосеренькое, как раз под мою кухню. Супер. И ведро очень компактное, девочки. Небольшое оно, то есть есть куда поставить. Я обычно храню в прачечные подобные вещи. Маленькое, симпатичное, беленькое, белосерое. Подойдёт под любой интерьер, можно так сказать. То есть оно очень компактное и не будет закромождать ваше пространство. Ну что, давайте швабру соберём и немножко протестируем. Ну, давайте для начала я вам покажу, как она собирается. Эта швабра... Просила я сделать это своего мужа только потому, чтобы поснимать вам, показать, что это достаточно быстро и просто. Плюс вот эта телескопическая ручка, как вы видите. То есть можно вообще отрегулировать по свой рост. Она очень удобная. И вот такие защёлки для самой вот этой насадки-тряпочки. Это очень удобно. То есть она надёжно фиксируется и не ездит. Например, когда я мою лестницу, то у меня вот эти тряпки постоянно соскальзывают. Здесь такого не будет. И она... Я уже пробовала мыть в том числе и лестницу. И действительно она никуда не съезжает. Надёжно фиксируется. В общем, супер. Ну, давайте начнём. Вначале воду, а потом отжимаем. И всё. Она вот прям идеальна для того, чтобы мыть полы. Она очень манёвренная. То есть поворачивается так, как нужно. И, соответственно, вымывает со всех труднодоступных мест. У меня здесь лужица. Я так поняла, что натекла у меня как-то с цветов или со стола. Не знаю. Наверное, чай кто-то пролил. И быстро собрала воду. Впитала в себя. И просто супер. То есть можно подлезть везде, где необходимо. Вот под диван у меня такой небольшой зазор. Сам диван у меня без ножек. И туда хорошо, вот в этот зазор она зашла. В общем, супер. Как вы видите, мои хвостатики тоже участвуют в процессе. Помогают мне. Действительно, очень хорошо промывается. Один раз она как бы собирает и мелкий песок, который у меня таскают обычно сюда животные. Вокруг горшков с цветами. Она очень хорошо манёвренно так вот проходит. То есть под диванами везде отлично. Мелкий песок, шерсть собирает. И хорошо отмывает, знаете, какие-то пятна. Особенности вот на кухне буквально за... Вот один раз вы провели. И она всё отлично отмыла. В общем, очень хороший такой ворс у этой насадки. И сама швабра, естественно, тоже очень... Вот хвостатики, которые разбрасывают мне шерсть и прибавляют мне работы, конечно же. Они помогают мне в том числе. То есть легко можно, даже не отодвигая на самом деле стулья, можно хорошо протереть под столом. Но у меня там были пятна, поэтому я в итоге отодвинула один стул и хорошенечко там протерла. Действительно, ну реально очень хорошо. Шваброй я довольна на все, я не знаю, 100%. Действительно стоит того, чтобы её приобрести, чтобы она была у каждой хозяйки. В том числе этой шваброй можно хорошо протирать плинтуса. То есть за счёт того, что она такая манёвренная, она очень хорошо протирает сами плинтуса. Вот здесь вот я вам показываю. Действительно, плинтуса остаются чистыми. И вот у меня тумба под аквариумом хорошо туда подлезает, вокруг горшков. Видите, везде, где есть какие-то зазоры, она у меня хорошо всё это убирает. И вот показываю насадку, которая удаляет шерсть. У меня сейчас не в активной стадии линьки находятся все животные, поэтому шерсти не так много. Но хорошо, вот я здесь показываю, она действительно хорошо собирает вот эту вот шерсть, и не только шерсть. И крепится вот эта насадка на ручку. То есть она никуда не денется, не потеряется. В любой момент вы можете взять и, соответственно, убрать грязь самой насадки. Посмотрите, какой пол блестящий. Она действительно натирает пол, и он блестит. Здесь у меня кафельная плитка, ламинат натирает вообще до блеска. Поэтому супер, девочки, я всем от всей души рекомендую. На самом деле швабра мне действительно очень понравилась. Классная, быстро, удобно, качественно убирает. Я на первом этаже полы мою очень часто, но эта швабра подойдет и для линолеума, и для мытья стен, потолков. Надо просто... Ну, я использую отдельно вот эти вот насадки для мытья, там, допустим, стены потолков, да, а для пола отдельно. Вот, надо будет мне еще заказать, потому что швабра очень-очень мне понравилась. Вот, не забывайте, что ссылку я вам оставлю под этим видео. Ну, и немножко покажу вам, девочки, снова заезжала в обе, купила себе немножко цветов, покажу вам сейчас. Ничего мне не говорите. Это... Ну, счастливее это будет, я все равно перестану их покупать. Потом осенью опять возобновлю покупки. В общем, купила два цветка, ну, соответственно, два горшка для них. Вот такой цветок я купила со скидкой в 1000 рублей. Так он стоил 1800, я купила за 800. Вот такая стрелица без цветов написана. Вот мне интересно. Я посмотрела в интернете, что бывает, ну, как бы в основном у нас продают два вида стрелицы. Одна, которой нужна зимовка, которая называется какая-то королевская или что-то в этом духе. А вторая, это которая Николая. Вот у меня какая из них? Если та, которая не цветет в домашних условиях, да, потому что здесь написано без цветов, то это Николая. В общем, одну из них нужна зимовка, а вторую не нужна. Купила я ее с такой скидкой, потому что, видите, она какая. Вот это вот загнутые листья, это, скорее всего, наверное, воды не хватало, я так думаю. Я там подошла к девушке, спросила у нее, она мне сказала, что его поставили. Вообще, она сказала мне, что этот цветок очень редко бывает в уцененных, потому что, в принципе, она говорит, он неприхотливый. Но вот этот просто потерял свой товарный вид за счет сломанного цветка, за счет того, что вот здесь вот пожухли и свернулись листья. Вот, вытащила мне из горшка корни там неплохие. В общем, она сказала, что восстановить можно. Она говорит, если вы хотите такой цветок, она говорит, берите этот, даже не думайте. Вы его восстановите, даже если вы начинающий садовод. Говорит, просто пересадите, найдете для него хорошее место, и все у вас будет хорошо. Вот, поэтому я взяла. Не знаю, посмотрим, буду его сейчас пересаживать. Она здесь, непонятно, то ли она перелитая, то ли она, наоборот, недолитая. Он здесь вот. В общем, что-то у нее было не так. Видите, она какая? Вот такой листочек у нее тут повяхший. В общем, не знаю. Вот, а она мне, девушка, кстати, мне сказала, что можете даже разделить на два цветка. На два. Видите? Здесь два. Вот, и говорит, один из них у вас точно выживет. Говорит, даже не переживайте. Ну, не знаю. Вот. Купила для него вот такое кашпо. Кстати, вот это кашпо стоило 100 рублей вместе с поддончиком. Вот с таким вот. То есть большое стоило 100 рублей, была на него распродажа. А вот такое поменьше стоило 110 рублей. Вот, странно. На этот была распродажа, на этот нет. Вот, и купила еще, вообще, я записала даже все названия, есть Агланемы. Очень они мне тоже нравятся. Они неприхотливые. У меня одна, наверное, это Агланема есть. Вот. Ну, в общем, я посмотрела, что они там дорогущие такие. Мне понравился вот этот цветок. Смотрите, какой классный листья. Расцветка классная. Называется Дефенбахия Компакта. Компакта. 469 рублей. Малюточка такая неплохая. Прям вообще очень хорошая. Их там, на самом деле, поливают. Вот этот надо уже поливать. Там девушка, вот, которой я спрашивала про вот этот цветок. Она как раз их всех поливала там с шланга. Вот. Поэтому она со мной немножко поболтала. Можно так сказать. Видите, тут новые листики тоже выдает. И, кстати, помните, в прошлый раз я покупала малютки Драцен. Нет ни одной, ни одной нету малютки. Так что я прям вовремя схватила. Но малюточки у нас все хорошо разбирают. Вот такие, я тоже думаю, за 469 рублей. Вот такая большая, ну, чуть больше, она стоит уже 800 рублей. Вот. Поэтому я взяла такую малюточку. В общем, сейчас пересажу. Девочки, ничего не говорите. Цветочки, это очень нужно. Вот. Мне кажется, вот это перелит, наверное, растение. Потому что у него сырой. Не знаю. В общем, попробую. Попробую, действительно, может быть, разделю на две. Хотя нет, наверное, в один горшок посажу. В общем, не знаю, короче. Сейчас посмотрю, что им делать. Но кашпо мне в любом случае пригодится. В общем, вот такие вот у меня снова покупки обе. Эх, да. Вообще, скоро поеду. Уже надо будет рассаду всякую покупать. Поэтому с покупками комнатных растений я уже немножко подзавяжу. Скажу так. Так что, возможно, это даже последние мои покупки именно комнатных растений. Также меня просили показать, как я готовлю горбушу. Во-первых, вот эти вот хвостики от филе, филе на коже я оставляю на рыбные котлеты. Потом обязательно покажу, как я готовлю рыбные котлеты. Значит, филе я просто нарезаю порционно. И добавляю. Вот у меня такая ароматная приправа. Можно любую приправу для рыбы. Она у меня содержит немного соль, но добавляю ее немножко. Поэтому еще слегка сверху подсаливаю каждый кусочек. Дальше я буду обмазывать его вот таким сметаном, майонезом. Можно просто майонезом. Можно, ну, обычным, я имею в виду. Можно, допустим, сметаной обычной. Тоже я так пробовала. Получалось очень вкусно. Вот. И сверху будем выкладывать помидорку. Этот момент можно пропустить. Или заместо помидорки, допустим, обжаренный лук сюда выложить. И сверху сыр. Получается очень вкусно. Так как горбуша сухая, то обмазанная майонезом, она получается уже не такая сухая. Здесь я показываю сыр моцарелла, который я замораживала. Натирала на терке, замораживала в несколько пакетиков, чтобы мне было удобно. Никого не призывают тоже все подряд замораживать. Но мне действительно это очень удобно. И поэтому делюсь с вами. И также сверху вот у меня замороженный укроп, который с лета у меня еще остатки, скажем так. Я его сверху просто выкладываю. Ну, скажем так, для красоты. Вообще сочетание рыбы и укропа мне очень нравится. Отправляем в духовку при температуре 180 градусов где-то на 25-30 минут. Смотрите по вашей духовке. Хочу вам показать своего кота, который повадился жить. Это кот Майкун Леофан. Сидеть, в общем, он повадился в ванной комнате. Не знаю, что его там привлекает. Как говорит мой муж, ему не хватает влажности, бедняги. Конечно, когда кто-то принимает душ или моется здесь, он уходит. Но так вот бывает, даже просится, пытается открыть дверь в ванну, чтобы тут посидеть. Вот такая вот рыбка у нас получилась. Я ее делаю более такой зажаристой, можно так сказать. Потому что так любит у меня муж. А вы уже смотрите сами, в зависимости от того, как вам нравится. Рыба готовится достаточно быстро, просто, вкусно. В общем, советую так сделать. Я, по-моему, уже даже показывала такой рецепт на своем канале. Но повторяюсь. Также в этом видео, так как я показала вам покупки цветов, мне в последнее время все чаще и чаще задают один и тот же вопрос. Вот даже сегодня я читала комментарии. Там под старым видео мне пришел снова вопрос о том, как мой муж относится к животным и к цветам. Ну, к его большому количеству в моем доме. Да, у меня еще есть рыбки. Значит, на самом деле меня удивляет этот вопрос. Ну, у нас в семье нет такого, чтобы я притащила кого-то домой, не предупредив об этом мужа. Нет, мы, ну, можно сказать, обсуждаем этот вопрос. Можно и так сказать. Значит, как он к этому относится? Немножко я так расскажу, да, про наше взаимоотношение с мужем. Мой муж по дому в основном занимается тем, ну, скажем так, мужской работой. То есть что-то почему мы живем за городом. Начиная вот как сходит снег, у него работы полно на участке. Даже если у вас все идеально сделано, все равно где-то подкрасить, где-то подмазать, где-то подклеить, где-то подкрутить и так далее, и так далее. Все равно, ну, в загородном доме для мужчины всегда найдется много работы, скажем так. Вот. И в основном у меня муж занимается именно этим по дому. То есть уборкой, мытьем посуды. У меня есть посудомоечная машина. Там еще какими-то вещами. Все это делаю я. Соответственно, уход за животными, уход за растениями – это тоже на мне. То есть я ухожу за растениями, за животными, за детьми и за мужем. В общем, как-то вот так вот. То есть весь этот быт, он на мне. Да, мне помогают, но в основном все делаю я. Соответственно, именно поэтому я для себя приняла решение, что я хочу накупить себе кучу помощников как бытовой техники, так и для уборки. И я завожу ровно столько, сколько я могу справиться сама. Соответственно, вот сейчас начнется, буду сажать огород, покажу свой огород. И мне тоже будут писать, почему так мало, надо насадить там поле картошки и так далее. Я сажаю ровно столько, сколько могу осилить сама. Это еще потому, что мой муж еще работает плюс ко всему. И бывает, он работает и в выходные, и в будни. То есть вот такая вот у него работа, что он бывает постоянно там находится. И, соответственно, когда он приезжает домой, я хочу, чтобы он дома отдыхал. Поэтому я его крайне редко напрягаю. Ну, плюс цветы, я за ними ухаживаю сама. Они у меня расставлены так, что они никому не мешаются. Нет такого, чтобы я там выгнала мужа с дивана и поставила туда цветок. Такого нет. То есть я нахожу такой баланс для... Расставляю растения таким образом, чтобы они никому не мешали, и при этом им было комфортно. То есть такую золотую середину всегда стараюсь найти. И плюс ко всему, я вот покупаю цветы, потому что, ну, мои мужчины, они меня немножко даже, наверное, вдохновляют в этом плане. То есть они мне говорят, ой, прикольно. Вот то, что я так вот пытаюсь тут озеленить вот эту вот комнату. Ну, озеленить, можно так сказать, да. Им нравится. Ну, реально нравится. Ну, по крайней мере, они где-то говорят. Не знаю. Вот. И поэтому, соответственно, я это и делаю. Мой муж касается к этому всему в плане животных, в том числе, только, ну, в плане финансовом, да. Потому что на животных нужно выделять средства. Но эти точки я же тоже их покупаю. Вот. Поэтому я не покупаю супердорогие цветы. То есть, ну, две с хвостиком – это самое дорогое, что у меня есть. Вот. И не покупаю дорогие горшки или еще что-то такое, да. Ну, ну да, может быть, где-то слишком много в какой-то период я что-то покупаю. Но, знаете, бывает такое хочется. Вот. То же самое касается животных. Корм. Ну, вот он доставку может забрать. Там, если я закажу какой-то корм или что-то в этом духе. И на этом все. Он даже с Бонной не гуляет. Но с Бонной он не гуляет, потому что она с ним не любит гулять. Она медленно ходит. Мой муж ходит быстро. И поэтому, в общем, у них не складывается в этом плане взаимоотношения. Поэтому гуляю с ним. Я мою их. Я расчесываю. Я вычесываю капельки от блох, там, еще от кого-то. Все. Всем этим полностью занимаюсь я. Поэтому он не против. Мне нравится этим заниматься. Он видит, что мне нравится. И поэтому мне это реально доставляет удовольствие. Как животные, так и цветы. И поэтому он абсолютно нормально к этому относится. И даже, наверное, где-то рад, что я вот... Ну, знаете, что? Руки заняты, голова не болит. А почему бы и нет? Вот. Поэтому... Ну, или, может, так сказать, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ну, почему нет? Когда мы женщины заняты, мы меньше выносим мозг к своим мужьям. Поэтому в этом есть свой плюс. Вот. Потому что я этим занимаюсь. И он к этому не касается. Ну, могу попросить там большой цветок какой-то. Переставить там или подержать, пока я его там пересаживаю. И все. Все остальное делаю я сама. Поэтому... Поэтому он нормально к этому относится. У меня все горшочки чистые. Животные чистые, ухоженные, цветочки тоже ухоженные. Поэтому... Поэтому нормально. У нас никогда не было никаких с ним разногласий на эту тему. Вот и все. Вот. Как-то так. Так что я надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Вот. Ну и на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам было интересно это видео и полезно. Не забывайте подписываться на мой канал. Еще раз всем. Со светлой Пасхой. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok